Здравствуйте! В эфире Город Эсс. Как стать городским добровольцем? Какие направления волонтерской деятельности будут востребованы при проведении чемпионата мира по футболу? Об этом мы говорим сегодня. В нашей студии специалист Центра подготовки и привлечения городских волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Олеся Макеева. Здравствуйте! И волонтеры серебряного возраста Татьяна Кунатова и Виктор Баранов. Здравствуйте! Здравствуйте! Кстати, мы в прямом эфире. Вы можете звонить нам по телефону 202 11 22. Поделитесь с нами своими соображениями о том, чем может помочь волонтер городскому сообществу. Хотите ли вы быть причастными к проведению чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашем городе в 2018-м? Звоните, мы вас услышим. А сейчас хотелось бы понять, что на нынешний момент представляет городская организация волонтеров. Сколько там людей, какие это люди, какого возраста, статуса и чем они занимаются? Ну, на настоящий момент зарегистрировано 5,5 тысячи кандидатов волонтеры. Мы еще проводим собеседование. Регистрация, несмотря на то, что основной этап уже завершился, но регистрация на нашем сайте продолжается. Если вы надумали и еще есть желание войти в состав большой волонтерской сборной, по-прежнему принимаем заявки на сайте волонтер63.рф. Кандидаты у нас самые разные, от мала до велика. Очень много разных самых заслуг. Маленьких сегодня нет только. Поэтому очень много самых-самых разных интересных кандидатов, очень много самых разных и самых ярких представителей. Можно сказать, что на настоящий момент у нас зарегистрировано 154 чемпиона по самым разным видам спорта. Чемпиона регионального и федерального уровня. Есть даже чемпион мира по спортивному аэробике. Да, то есть такое спортивное направление прирастает активно и многие этим интересуются. Вот как раз Виктор Серафимович, представитель спортивного направления, сам, наверное, спортсмен. Вы каким видом спорта вообще увлекаетесь? Я со школы спорта полюбил. Лыжи, плавание, стрельба уже попозже, когда взрослее стал. Вот этим видом спорта вы до сих пор занимаетесь. До сих пор? И лыжами, и плаванием? Лыжи, и плаванием, и бальными танцами. Вот. Какой молодец. Вот Виктор Серафимович. А как вы про волонтеров-то услышали, узнали, и решили присоединиться к вам? Одна знакомая посоветовала. Виктор, вы не хотите волонтеров? Я отдельный иностранный язык-то не знаю, как мне. Там молодежь, мне уже восьмой десяток. Да нет, вы пойдете. И вот я пришел. И вот пришел, что вы увидели? Кто вас окружает сегодня? Какие волонтеры? Окружает. Ну как? Я вот за то, где чего. Мы как раз с Виктором Серафимовичем, я проводила собеседование. Он очень активно рассказывал про свою деятельность. И был очень неожиданный вопрос к нему. Говорит, Олеся, а вы вообще вальс танцевать умеете? Вот так. И тут же, буквально через несколько минут, он загружил у меня уже на вальс, да, чтобы оценить, правда ли я умею, или мне нужно немножко. Это еще получилось. Получилось? Ну. Вот замечательно. Вот видите, когда с такими добрыми намерениями, с хорошим настроением идешь, вот с желанием делиться, двигаться, и что-то хорошее и доброе делать. Вот, Татьяна Викторовна, как давно вы уже этим занимаетесь? И вот со временем, вот какие-то выводы, наверное, приходится делать. Начинали одно, да, сейчас вот это все меняется немножко. Вот что происходит в вашей деятельности такой общественной? В общественной мы рассматриваем, как серебряных волонтеров. Ну, вы же, ну, да. Водим, как серебряных волонтеров, да. Вы знаете, все больше и больше так интересно становится. Если нас было где-то около ста, да, то на сегодняшний день, вот благодаря этой программе городских волонтеров, нас увеличивается, вот видите, вот товарищ пришел. Геометрической прогрессии. Да, очень. Вы знаете, прирастаем, прирастаем, семейными парами даже прирастаем. Прямо муж с женой, вот, например, у нас две таких пары, да. Прямо здорово. Затем у нас много таких вот возрастных. Он рассказывает про Тамару Герасимову, но она его подруга. Они вместе и спортом занимаются, и все. Очень замечательная женщина. Это потрясающе. У нас вообще много серебреньков, которые, ну, неповторимы, очень интересны. Вот единственная у нас проблема всегда – это компьютерная неграмотность. У нас у многих нет просто компьютеров, а вот сейчас вот все надо регистрироваться через компьютер. И обязательно надо почту иметь, и обязательно ВКонтакте. Вот здесь у нас такие вот… Надеюсь, а городское сообщество может как-то предоставить компьютер или что-то? Очень даже. Конечно. Чтобы помочь вам в раз проблемах. Мы ждем всех, кто не может самостоятельно это сделать. Мы так же, как вот с Виктором Серафимовичем на месте регистрируемся. Это куда вот нужно конкретно прийти? В наш центр на Новосадовое-10, в центр городских волонтеров. Лучше всего, конечно, предварительно позвонить, потому что мы часто на выездах, на мероприятиях. А позвонить по какому телефону? 207-4157. 207-4157. Теперь хотелось бы узнать о поле вашей деятельности. Вот чем вы занимаетесь? Чем вы можете быть полезны? Полезны? Вообще, вот чем вы занимаетесь? Вот я серебряный волонтер. А что вы делаете? Потому что вы же должны добровольческой деятельностью заниматься. Вот данное направление, во-первых, возникло при молодежной организации, это Центр социальных проектов. И мы уже как серебряные волонтеры очень давно. И знаете, вот такие у нас был чемпионат Европы под дзюдо, помните, Золотая лига была, да? Мы, естественно, там тоже работали как волонтеры. Затем вот у нас был теннис российский, да, чемпионат мира по теннису. Мы тоже там присутствовали. Все проходят, все мероприятия какие-то спортивные, мы везде участвуем как волонтеры. А когда появился, вот появился проект чемпионат мира, ну для нас это было просто, вот знаете, это кладезь. Мы, естественно, всей своей компанией пошли записывать, да, к нам просто замечательно отнеслись. Как раз вот нашу проблему решили очень просто. Назначили определенный день, мы все собрались и нас аккуратно зарегистрировали. И мы прям так здорово вошли в семью городскую. О, как хорошо. Да, вот одновременно я являюсь рекрутером, да, и сейчас в городской, в городском центре. Вы знаете, вот просто поражаешься, такие люди замечательные. Тут не только, вот знаете, можно не только про Серебренников, а вообще в городе у нас замечательные люди. Если вот так не сталкиваешься, не знаешь, ну вроде кажется, там где-то не так, где-то грязно. Вы знаете, чемпионат мира уедет, а люди, которые записались, волонтеры, которые будут работать на чемпионате, они все останутся, это замечательно, это потрясающие люди. Они все останутся с нами, да. Виктор Серафимович, как строится ваш день? Расскажите, чем вы занимаетесь вот за день? Что вы делаете? Да прям вот так, вот как, вот вы просыпаетесь, и сразу на лыжи. Нет, зарядку, ну сначала зарядку в постель начидаю. Потом, знаешь, ну немножко нагрузку. Так. Там гантелями, вот отжимания. На ГТО сдал я в 13-м году на золотой значок. И в прошлом году тоже сдал на золотой, но почему-то через Москву, и до сих пор нет самой недосверения, ни значок не пришел. В администрацию Ленинского района был. Ну это надо, да. У сервера, который по спорту. Он говорит, пришлют, я говорю, пришлют, хорошо, нет, да нет. Нет, надо, конечно, напомнить, напомнить. Ну по плаванию я тогда вот выступил, лучше даже молодых. А так вы в бассейн ходите, да, получается? Я в фитнес хожу. Ага, вот какой молодец. А еще чем, вот спорт, да? А как вы планируете, вот в этой, как в качестве волонтера, вот что вы, как вы себя задействуете? Ну как, ну я там записался, там около кассы порядок есть, там следить за порядком. Билетная касса, направление такое есть. Есть там, да. Да? Вот, а потом на площади Куйбышева, там будет, скажем, монитор, что ли? Ага, фестиваль болельщиков на площади Куйбышева. Еще что-то, я три направления, вот что-нибудь из этого. Ну главное, вы сейчас себя поддерживаете в форме, чтобы потом быть полезным, и потом, и сейчас, и всегда, да? Стараюсь. Вот, на лыжах хожу, лыжня, я в 2017 год ходил на лыжах, три километра, и так что. Вот что вы можете сказать вашим ровесникам, которые не могут перешагнуть, вот сделать шаг из-за двери своей квартиры, да? И страдают, сидят, скучают. Я считаю, чем больше движешься, тем больше живешь. А спорт, это вообще... Да, это самое... Одни плюсы. Одни плюсы. Ну, мы не только спортом занимаемся, у нас жизнь. А чем еще? Ну, у нас вот впереди чемпионат мира, у нас еще только в 2018 году. Да, такое создается ощущение, что прям спорт, спорт. Нет, спорт, он и есть спорт. Да, а еще что? Ну, у нас вот, например, в ближайшее время, это, значит, 9 мая, мы все записываемся в волонтеров Победы. То есть мы будем работать на площади Куйбышева. Ну, за нами уже третий год закреплена такая функция на кашемы. Там есть такая площадочка, и помощь оказываем именно там. Так как у вас опыт большой. Ну, многие работают и на трибунах, это по-всякому бывает, но мы свою кашу как-то вот прям ценим, очень даже здорово. А потом у нас в этом году очень замечательный проект, значит, все мы знаем и Волгу, да? Да. Это форум молодежный, но вы знаете, есть такая изюминка, это как раз волонтеры серебряного возраста, которые в этом году поедут волонтерами на этот форум. Участниками мы, к сожалению, не можем поехать. А вот волонтерами и работать будем в «Поколении добра», это наше направление, там как раз нам выделили место, и мы будем помогать организовывать рабочие места. С ребятами также будем тренинги проходить. Ну, пользуясь служебным положением, мы будем не только помогать организовывать там мероприятия, но еще и заодно знакомиться. В прошлом году мы ездили на форум как гости, нам очень понравилось, и вы знаете, почувствовали себя такими звездами, когда все ребят подходили по очереди, да так скромно, а можно с вами сфотографироваться? Вы знаете, это разбирает, это значимо, это прям здорово. Мы решили в этом году, просились, спросились, вот пошли навстречу нам. Ни один форум этим не может похвалиться, а наш форум «Иволга» в этом году будет хвалиться, что у них есть серебряные волонтеры. Так что вот, приезжайте, освещайте. Конечно, это даже обязательно. Олеся, расскажите, пожалуйста, вот как вы работаете в качестве организатора с серебряными волонтерами? Какие задачи ставятся вот именно перед этой категорией, так скажем? Мы отдельную категорию серебряных волонтеров не выделяем, она наравне со всеми остальными, потому как Татьяна Викторовна уже рассказывает, что очень многие серебряные волонтеры форум молодым дают, и иногда, когда рассказывают, чем они увлекаются, приходят наши рекрутеры и говорят, даже у меня нету столько разных увлечений, как у представителей старшего поколения. Поэтому наравне со всеми, на те функции, которые они будут распределены, как раз у нас сейчас начинается этап формирования волонтеров, отбора, будем формировать их по группам, по функциональным направлениям, чтобы к осени уже дать всем результаты, вывесить списки тех, кто прошел на следующий этап отбора, это обучение. А какие будут группы? Вот в отбор, в какие группы? По функциональным направлениям, по деятельности. Это и работа на фестиваль болельщиков, работа со зрителями, медиа-связи с общественностью, билетная программа, информационно-туристские центры, туристический маршрут, аккредитация, лингвистическое сопровождение, медицинское сопровождение, управление волонтерами, ну и много других. Вот как раз по этим направлениям, согласно выделенным квотам, мы будем формировать, отбирать волонтеров. Ну я так думаю, что в других городах тоже. Или Самара это один такой город, где серебряные волонтеры есть, или нет? Или во всех практически городах такое есть направление? Не во всех есть. Есть? Есть, да. Во многих городах есть, и делений нет. Сейчас как раз вот и ассоциация волонтерских организаций тоже вот как-то, понимаете, большое внимание уделяется серебряным волонтерам. Просто как-то вот повернулись так и заметили, что есть такие люди, и волонтеры надежные. Вы знаете, это скорее всего после Олимпиады, когда прочувствовалось, что взрослые-то надежнее. И иногда бывает, можно дать задание, да, и быть уверенным, что это выполнится. Ни влево, ни вправо никто не пошел. Все на месте. Ну вообще, если говорить даже там про международный уровень, у нас были девушки, которые представляли вдвоем Самару на Евро-2016, вошли в состав делегации. Всего 21 человек были от России, двое были наши самарские. Они вошли в состав рекрутеров нашей программы и рассказывали как раз про то, что основной поток волонтеров на вот таких международных мероприятиях, это как раз взрослые люди, молодежи, студентов не так много. Они показывали фотографии, что действительно там очень много. Да, и хвалились тем, что прям там на месте регистрировали кандидатов-волонтеры серебряного возраста, там, европейцев, как раз для участия в чемпионате мира у нас здесь, в России. Вот что, мы живем практически в таком новом моменте, да, вот что-то новое происходит на наших глазах. И это так прекрасно. Виктор Серафимович, по поводу наших футболистов сегодня, вот что будет потом уже в 2018-м, как нынешний уровень наших спортсменов вы оцениваете? Вот от вас хотелось, как от экспертов, услышать свою точку зрения. Я имею в виду крылья советов, чтобы... Да, давайте вот об этом поговорим. Ну слабенько пока. Как мы будем представлять? Да, хватает денег, чтобы купить хотя бы... Хотя зарплаты вроде бы хорошие у футболистов. Вот единственные две, вот, весенние, два проигрыша, и вот сыграли вчера ничью, хоть одну очку разработали. Как же мы будем Самару-то представлять? Будем принимать, хотелось бы, а вот что нужно сделать, чтобы мы как-то подтянулись уровень? Материально надо, если... Материально, да? Нет, но у нас есть на чемпионатах мира пример, когда нематериально... Не знаю, за год они, мне кажется... Отошли как? Ну, сборная России... Пока, да? Ведь надо же как-то достойно представить-то себя. Вот все, у меня отлично... Я переживаю, вот как же так? Мы будем принимать, хотелось бы, чтобы мы в своих стенах... Да, 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 вхожаем в шестинал. И как-то и выступили достойно. В шестинал хоть бы пошли бы. Здесь, мне кажется, самое главное, это вера в нашу команду, любовь и поддержка всячески. Когда команда будет выходить на поле и чувствовать, что за ними целая сторона, и что все ждут, болеют, и несмотря ни на что, над какие-то там неудачи, которые пришествовали целый год, вот важно нам здесь концентрироваться, мне кажется. Вот как раз волонтеры, и волонтеры, прежде всего, конечно, будут поддерживать. Поддержка, да, да, и зрители, и помощь при организации, и все. Ну уж вы там свое слово скажите. При случае будете у кассы стоять, будут проходить футболисты. Вы им обязательно скажите, уж вы нас не позвольте. Да, страна на вас смотрит. Нет, ну сейчас вот «Спартак» вот смотрит неплохо. Вот в игру вот смотрю. Да, потому что было такое мнение, вот мы все набираем звезд в футбол, да, с огромными зарплатами, они уже все престижные, избалованные. Я слышала такое мнение, что нужно набрать молодых, которые будут рваться в бой, себя показывать на определенном уровне, добиваться какого-то статуса, чтобы, да, и вот тогда и справится ситуация. Вот, ну поэтому в пути пока, да. И еще вот такой момент меня всегда волнует. Хотелось бы, чтобы наши самарские спортсмены представляли, не звезды какие-то зарубежные, да, вот лично такое мнение тоже случилось. Почему мы должны кого-то закупать, да, платить огромные деньги, зарплату, и потом это, так скажем, выхлопа-то и немного, да, от этих звезд. А вот своих бы воспитывать. Своих, вот наш Анюков, так вот он в зените, наш доморощенный, вот. А больше чего-то нету. Мы как раз сегодня к нам в центр, Александр Анюков приходил в гости пообщаться с нашими волонтерами. Какое сложилось? Он очень рад был встрече, и, конечно, она так очень скоро у нас состоялась, и очень много ребят пришли подержать, познакомиться. Вы не представляете, сколько было волнений и дрожи в тех наших добровольцев, которые остались на конец встречи, просто чтобы пожать руку известному футболисту. Ну, и он единственное, конечно, сказал, что волонтеры – это очень важные люди на таких событиях, и что основная ответственность, конечно, ложится именно на плечи волонтеров, как пройдет это событие. Пожелал нам всем удачи, оставил много автографов, подписал памятную футболку, которая теперь тоже на сцене будет. Ой, ну, надежда только на то, что мы будем болеть и поддерживать волонтеры. Вот все-таки это в будущем, да, чемпионат мира. Вот сегодня я считаю, что волонтеры – это самые неравнодушные люди, люди, которые живут в нашем городе. Что вы видите сегодня проблемного, и в чем вы могли бы быть задействованы, чтобы как-то исправить какие-то ситуации? Вот что вас волнует, как горожан, самарцев? Вот что не так пока? И где могут волонтеры приложить свои руки? Вот чтобы не о том, вот что будет, да, вот что сегодня волнует – социальное какое-то направление для города важно. Лучше социальное… Пенсионеров мне надо спрашивать про социальные проблемы. Давайте это в гости. Нет, я имею в виду, в городе какие проблемы. Ну, мы же все, это социальное такое, не блок, вот что пенсии, там еще пособие. Нет, не это, я имею в виду льготы. А вот именно, что, вот что еще необходимо в городе? Ну, вы знаете, вот… Чего их хватает? Ну, в прошлый год, например, мы как волонтеры, да, помогали, леса сажали, да, вот в основном в Тольятти, были поездки в Тольятти. Вы знаете, вот хотелось бы тоже где-то вот раньше, в советское время, если я училась в техникуме, и на 116-м мы посадили целый сад практически, ну, не сад, а такой вот, сажали деревья. Вы знаете, вот была там, смотрю прям, вот не знаю только, которое мое, да, но приятно смотреть, да. Вы знаете, каждую весну по субботникам ходили, сажали где-то кустики, деревья. Ну, как-то у нас практика-то ушла, да, а вот хочется. Вот сейчас бы ее восстановить можно, да? Можно было бы, да. И нужно, тем более, что вот, может быть, обратиться вам как организаторам с помощью саженцев, там еще что-то, чтобы организовать вот такое, да? Ну, здесь чуть-чуть направление, чуть-чуть другое. Здесь волонтерство спортивное, и именно вот направленные мероприятия конкретные. Там свои задачи, свои, ну, все свое такое немножко. А есть волонтерство вообще в большом понимании? Да, вот если в большом. Это вот с нами хорошо. Мы волонтеры и туда, и сюда, мы везде. Ну, вы знаете, у нас многие... То есть субботники поддерживаете? Да, многие вот у нас такие перерывы бывают, когда нет мероприятий. И волонтеры вот серебряники прям, знаете, вот начинают обзавлять, а что у нас ничего нет, а почему ничего нет. Вы знаете, на лето все как-то стремятся, и у всех такие вот, знаете, направления экологические теперь называются. Вот, конечно. Почистить Волгу, да, берег вдоль Волги. Ну, кто бы нас организовал, говорит. Потому что это надо идти, это надо прийти и сделать это легко, да. Но этот мусор надо будет куда-то вывезти. Мы уже, извините, вот так на плечо, и далеко не понесешь. И если бы городская, допустим, администрация как-то призвала, и немножко так это, хоть бегущей строкой на вашей программе, там вы сказали бы, собираются там-то, приходите, набережную все чистим. Я думаю, что люди бы пришли. А еще какие моменты? Может быть, бездомные животные? Или может быть, медицинская, но не медицинская в таком чистом плане помощь, а вот пожилым людям, которые дома, одни, к ним как-то вот прийти тоже с серебряным волонтером. Так как поближе все-таки не молодежь придет, которая не понимает, что вот он тут сидит один, пожилой человек, и что делает, и чем занимается. Как вы планируете расширять вот такие? Нет, вот есть такие контакты, и есть прям индивидуальная помощь, приходят, да. Тут не то, что серебряные волонтеры, в основном молодежь идет, но мы вместе с ними. Вот как Олеся сейчас сказала, нет разделений специально, что это вот одни, это другие, это вот на форумы, да. Да, нас нельзя взять, мы не молодежь, а так-то мы вообще-то работаем на равных. Очень это вот совместная работа, очень значимая, потому что, вот знаете, элементарно. Вот было мероприятие, волонтер серебряного возраста вот так дала это мальчику, и говорит, вот в телефоне ты посмотри, но у меня никак чего-то я не знаю как. Молодой человек ей раз-раз-раз и все, и рассказал как. Вы знаете, мы обмениваемся, мы обмениваемся своим опытом, они с нами очень удобны. Я же говорю, вот мы в компьютерах, ну не всегда, да, я вот пользователь, но есть такие моменты, когда прям вот никак. Но зато ребята прям тут же, или позвонишь, или когда рядом спросишь, все, все нормально. Вы знаете, это прям очень здорово вместе работать, не надо делиться никогда. Да, потому что до внука, или еще даже дольше будешь дозваниваться его вызывать, чтобы он пришел, приехал, нежели вот тут рядом, может, молодой человек. Вот сейчас скажу, поздравляли, ходили на 8 марта, женщина, да, пожилая, в возрасте, вы знаете, директор школы бывшей 120-й, да, и ей уже 90. Вы знаете, договорились, она, ну немножко прическу у нее уже подкачала, в парикмахерскую давно не ходила. У нас есть техникум сервиса, позвонили туда, там с удовольствием договорились, мы хотели, чтобы девочки пришли к ней на дом. Она сказала, нет, я сама. Мы, значит, еще один вариант, что мы машину найдем, которая отвезет ее, и сопровождающего. Она сказала, нет, я знаю, когда ехать, вы мне скажите адрес и дайте прямо на листочке, все, и сама. Вот завтра у них встреча. Вы знаете, с техникум сервиса очень, ой, техникум, извиняюсь, колледж, 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 да. Ну мы поняли, да. Там замечательно, да, там сани, которые работают, прямо ребят вообще. Кто вот, Олеса, в нашем городе активно поддерживает волонтеров? Ну, у нас есть несколько вузов, партнеров программы. Прежде всего, это, конечно, Самарский государственный технический университет, на базе которого располагается наш центр, это наш основной партнер. Самарский государственный экономический университет, медицинский университет. И, да, и педагогический университет, самые основные те, которые самые активные у нас по регистрации, которые идут на контакт, которые помогают нам проводить разные мероприятия. Ну, а если среди среднеспециальных учебных заведений, то это, конечно, Поворский государственный колледж, колледж сервисных технологий дизайна и Самарский энергетический колледж, это тоже три самых таких активных колледжа. Виктор Серафимович, планируете с молодежью общаться, вот, в ходе своих? Да, конечно. Или уже начали, вот, с молодыми общениями? Ну, с молодыми. Вот, с Олесей потанцевали, уже начало положено. Ну, я технику уже хочу, когда машиностроительный. Вот, в заводе работал мастером, технологом, потом меня уговорили в ГПТУ, мастером производственного обучения. Вот, я 8 лет там преподавал и был председателем ДОСАФ. И вот, учеников, знаешь, на основании и район, наш ГПТУ по району и по области занимал призовые места, за что я был нынерожден Центральным комитетом по счету знаков ДОСАФ СССР. Да, вот, выводы делаем. Наш городской центр тоже будет в передовиках вместе с ним. Вот, да. Он выведет нас на первое место. Восемь лет проработал, глаза сольдер, нервы тих, думаю, пока вот так, думаю, надо. А сегодня, вот что думаете о нынешней молодежи? Вот кто что говорит? А вы как смотрите? Какая? У меня внук, 12 лет. Он уже норматива, третий разряд взрослого. Ну, это благодаря дедушке, вы его, наверное, да? У него 6 медалей, вот, за плавание, да? Ничего себе. У меня 12 лет. Он говорит, дедушка, я сейчас догоню. Я сейчас 12 лет, а у меня 70 лет с ГАКом. Конечно, я в гости на соревнования. Вот, и на республиканском, в Казаи выступал. Я не выведет. Ну, так, в пятерку все меньше. А в области, по городу призову. Да, ну, в общем, молодежь, спорт нужно вовлекать. И вы лично, конечно, как вы своего внука-то не вовлечете. Это да, это обязательно. Внушку, в Ляпиной, вот, медицинскую. Тоже, да, в Зорнице участвовала. С серебряными, да, в Ислах. А я предлагаю вовлекать серебряных волонтеров в наш центр. Пока еще есть возможность, мне кажется, надо, чтобы люди пришли и записались, и участвовали во всех мероприятиях. Не только вот прям, которые будут в 2018 году. У нас еще и параллельно идут много мероприятий. Так что приглашаем, наверное, всех. Давайте еще раз повторим координаты. Вот приглашаем, а куда и как, давайте еще раз. Наш сайт, волонтер63.рф. Адрес нашего центра в городе Самара. Это улица Новая Садовая, дом 10. И наш контактный телефон 207-4157. Очень ждем вас к нам в гости. Готовы помочь зарегистрироваться и ответить на все ваши вопросы. И сейчас какие планы? Вот в настоящее время чем вы занимаетесь, Олесик? К чему подходите, идете? Ну, у нас сейчас завершается основной этап регистрации, проведения рекрутинга. И сейчас мы уже готовим нашу сборную, которая поедет представлять Самару в 4 города, где будет проходить Кубок конфедерации в 2017 году. Вот, Кубок конфедерации. Да, про это нужно рассказать. У нас буквально 3 минуты. У нас сначала было в планах поехать большим, ну, большим составом в Казань. Но сейчас немного изменилась ситуация. И нам кажется, это куда интереснее, что представители центра городских волонтеров войдут в состав волонтеров во всех 4 городах. Это Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Казань. Всего поедет 35 человек от города Самары. Ну, все вместе во все города. И в число этих 35 войдут самые активные участники наших мероприятий, центра городских волонтеров. Ну, и кандидаты от наших партнеров по рекомендуемым направлениям деятельности, которые будут в дальнейшем участвовать уже непосредственно в подготовке к чемпионату мира у нас здесь в Самаре. Татьяна Викторовна, что у вас происходит в настоящее время? И ближайшие вот какие-то несколько, вы говорите, мы привлекаем, а куда вот, чтобы люди знали? Мы привлекаем разные мероприятия, но я говорю, самое актуальное сегодня, это 9 мая и на Иволгу. То же самое, можно регистрироваться, можно приходить. Вот люди же приходят и не теряются. Ну, а сейчас начнется весна, очень много мероприятий бывает. Мы не только на этом останавливаемся, да, Иволга. 12 июня мы всегда на площади работаем, мы раздаем ленточки Триколор. К 9 мая мы всегда ленточки Георгиевские, да, у нас акций очень много. Посадка сиреней, посадка леса, ну, очень много всяких мероприятий. Ну, говорю, сейчас удобно вот все в городской центр. Да, Виктор Сергеевич, буквально минутка у нас остается. Вот вы, что-то изменилось в вашей жизни, когда вот вы стали волонтером? Ну, как я говорю, ответственность какая-то, все-таки я с собой. Ответственность. Да. Ну, надеюсь, оправдаю. Доверие. Партии правительства. Конечно. Да, ну, спасибо большое за ваш оптимистичный настрой, за то, что вы делитесь со всеми своей энергией, добротой, душевным теплом, физической активностью и пополняя эти ряды волонтеров. Волонтеров призываем еще раз горожан тоже становиться волонтерами, потому что чем больше, тем лучше, да, и чувствуешь себя уверенней намного и лучше. Спасибо за внимание, спасибо вам за то, что пришли. До свидания. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»